Всем привет! Меня зовут Ярослав, я тренер SwimRocket и сегодня я расскажу вам про длинный и короткий кроль и в чем их отличия. Ну что, поехали? Друзья, мы понимаем какое сейчас сложное время и спорт это единственное, что помогает оставаться в ресурсе и поднять силу духа. Мы школа плавания SwimRocket дарим два гостевых занятия в нашей школе. Позвоните по этому номеру телефона и назовите промокод ГОСТЬ и вы получите две тренировки в подарок. Акция действует до конца месяца. Давайте начнем с истории. Первым стилем, который начали плавать люди, был брас. В 1844 году в соревнованиях в Лондоне индейцы первый раз поплыли кролем. Он оказался гораздо быстрее чем брас и поэтому сразу стал привлекать внимание остальных. После чего Джон Артур Трэджен попытался перенять этот стиль и в итоге у него получилось следующее. Он перенял работу руками и оставил привычную работу ногами брасом. Так и появился исторический стиль под названием Трэджен. И сейчас он имеет спрос среди ватерполистов. Следующую модификацию придумал австралиец Ричмонд Дик Кавилл. Он к попеременной работе рук добавил вертикальную попеременную работу ногами. Таким образом, что при входе одной руки в воду делался удар вниз противоположной ногой. Получился двухударный кроль. Чуть позже Чарльз Дэниелс усовершенствовал этот стиль, добавив еще несколько ударов ногами. И соответственно на один цикл рук, это движение правой и левой рукой. Приходилось уже шесть ударов ногами. Сейчас этот кроль называется шестиударным. А теперь давайте разберем, что такое короткий кроль, а что такое длинный. По длинным кролям понимают кроль, которым хотят плыть длинную дистанцию. Еще его называют стайерским кролем. Если же вы хотите проплыть дистанцию до 50 метров, то правильнее будет использовать спринтерский кроль, то есть короткий. А теперь давайте разбираться подробнее. Повторюсь, задача в короткий, потому что к времени развить максимальную скорость. И для этого отлично подойдет вариант мельницы, где руки работают в противофазе и пауз практически нет. Если же ваша задача обратная, проплыть длинную дистанцию, то надо уметь экономить и выжимать из каждого грибка максимум. Работа руками мельницей модифицируется в догоняющий кроль, где одна рука удерживается и ожидает другую. Тем самым частота работы рук уменьшается, наша обтекаемость увеличивается, скорость наша будет чуть меньше, но зато плыть мы можем гораздо более длинную дистанцию и не уставать. А теперь разберем более подробно это в воде. Перед вами короткий спринтерский кроль. Как я говорил ранее, в нем используется шестиударная работа ног. Руки двигаются без пауз и в противофазе. Организм работает на пределе возможностей. В отличие от спринтерского кроля, кроли на длинные дистанции используют двухударную работу ног. Движение рук замедляется, добавляется пауза для того, чтобы проплывать больше за каждый грибок. Как я говорил ранее, этот вид кроля менее энергозатратен, что позволяет сэкономить силы и проплыть большую дистанцию. Также в этом виде кроля чаще используют высокий локоть на проносе. А теперь самое важное. Среди профессионала встречаются и те, кто плывут длинные дистанции мельницей, есть те, кто плывут длинные дистанции шестиударным кролем, а есть и те, у кого грибок правой руки отличается от грибка левой руки. Поначалу выбрать оптимальный вариант вам поможет тренер. А потом, когда вы владеете всеми вариациями, вы сможете выбирать и создать свой персональный кроль, который будет максимально удобен именно вам. Напоминаю, что у нас сейчас проходит акция. Если вы позвоните по этому телефону и скажете промокод ГОСТЬ, то вы можете получить два бесплатных гостевых визита к нам на тренировке. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментарии. С вами был Ярослав, школа плавания SwimRocket. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok